За счет средств Общественного фонда «Казахстан-Халкана» были куплены два грузовика японской фирмы «Хина». На базе одного комплекса установлена цифровая маммографическая система, оснащенная функцией томосинтеза и ультразвуковая система с набором из пяти датчиков. На базе второго автомобиля установлен компьютерный томограф, предназначенный для всех видов диагностических исследований. Вся аппаратура от японской компании «Фуджифильм». Такие грузовики наш регион получил один из первых в Казахстане. В Алматинской области данные комплексы уже приступили к работе. Уже во время первых выездов выявлено много случаев заболеваний. Поэтому надеемся, что в вашем регионе это тоже принесет большую пользу. Система из двух комплексов стоит 1 миллиард 90 миллионов. Мы как производитель со своей стороны предоставляем гарантию 3 года. Вне договора мы обеспечили для региона гарантию на сами автомобильные средства в том числе расходные материалы, масла, фильтры, резину. Оба автомобиля оснащены отоплением и способны работать как на ходу, так и в стационарном режиме. Летом данные передвижные комплексы будут посещать отдаленные села Актюминской области для своевременного проведения онкологического скрининга и прохарактического осмотра населения. В зимний период комплексы также будут использоваться по прямому назначению. Благодаря наличию теплого гаража на территории медицинского центра. По словам председателя Казахстана Халкана, за счет средств фонда сейчас приобретается передовое оборудование для онкологических клиник Казахстана. И сейчас у нас на стадии подписания договор уже по первой такой клинике, Карагандинской. И я полагаю, что уже в ближайшие 5-6 дней этот договор будет подписан. И далее мы будем поставлять это оборудование в другие регионы. В числе тех, кто получит современное оборудование для лучевой терапии, есть и Актюбинская область, Актюбе на 2025 год. Передвижные медицинские комплексы «Оптима» были переданы сегодня медицинскому центру при Западно-Казахстанском медуниверситете имени Оспанова. В центре специализируются на лечении онкобольных. В церемонии приняли участие Акимобласти Асхат Шахаров, руководство медуниверситета и студенты. Влад Рогушев, программа «Факт». Продолжение следует...